В эфире «Теледоктор» и мы продолжаем знакомить вас со специалистами, которые точно знают, как жить качественно и безопасно в нашем мегаполисе. Прямо сейчас, в рамках рубрики «Качество жизни» мы узнаем, как начать заниматься спортом, не нарушив своего рабочего расписания. У нас в гостях Зурапа Джиликидзе, главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы. Здравствуйте! Здравствуйте! Я не знаю, как и Сергей, у меня огромное количество вопросов. Приходишь в спортзал, у тебя там макумба, терраэробика, босса, чего тебе только не предлагают, заявляешь, что... Слова-то какие! Да, представляешь, сколько я их заучивала, что это абсолютно новые тенденции, мега полезные для здоровья. Так ли это на самом деле? Вообще с чего начать? И самое главное, как сделать первый шаг? Потому что, ну вот, есть какая-то диванная гравитация, вот диван, он как-то нас вот притягивает и прям... Как встать с дивана? Как сделать первый шаг? Ну, начинаем с того, что прежде всего мы идём сначала в поликлинику. Обязательно. Если терапевт, например, обнаружил что-то, какая-то проблема, отклонение чего-то, нам делается электрокардиограмма, узи сердца и так далее. В том случае, если они там обнаружили какую-то проблему, они его направляют к нам с этим направлением. Мы его дообследуем и решаем, допускать его к спорту или нет. Это первый шаг, это очень важно. Первый шаг – обследоваться. Если вы решили добавить спорт в свою жизнь, сначала хорошо обследуйтесь врача. Какие обязательные обследования нужно пройти? Сегодня в департаменте здравоохранения огромное количество построил хороших, новых... Ну, это город, кажется, построил. Хороших поликлиник. Есть такие базовые поликлиники, есть у них филиалы и так далее. Максим Панкратов, герой нашего следующего сюжета, решил основательно заняться своим здоровьем. О том, как он выбирал для себя подходящий вид спорта, узнаем прямо сейчас. Эх, какая женщина. Ей 36. Стройная, красивая, собранная, с чувством юмора. Я всю жизнь мечтал о такой женщине. Максиму 59 лет. Он всегда думал о чём угодно, только не о себе и своём здоровье. Сгорал на работе, много курил, выпивал, питался, чем придётся. Но влюблённость, его типичную модель поведения начала постепенно менять. Любимая сказала, что ей не нравится запах табака. Бросил курить. Потом она сказала, что она против категорически моих походов с друзьями бары и пабы. Завязался алкоголем. В супермаркетах я теперь не покупаю чипсы, сосиски, газировку. А теперь готовлю завтрак. На завтрак овсяную кашу с бананом и с яблоками. И теперь вот я с таким удовольствием этим питаюсь. Максим отмечает, что стал лучше себя чувствовать и крепче спать. И даже немного похудел. Но одна проблема так и осталась нерешённой. Он никак не может заставить себя начать заниматься спортом. Помню в детстве бегал, прыгал, футбол гонял. Подтягивался раз 15 вообще. Живой, здоровый и так далее. А сейчас вообще я 5 минут попробовал пробежать. Отдышка. Я не знаю, вот попробую подтянуться, но я не знаю, вряд ли что получится. Не, не получается. Каким же видом спорта надо заняться, чтобы хотя бы прийти в форму, восстановить своё здоровье. По совету любимой женщины Максим отправляется на консультацию к спортивному врачу, поскольку именно эти специалисты занимаются оценкой функциональных возможностей организма. Вы правильно сделали, что обратились к врачу, потому что занятия физической активностью нужно начинать осторожно и грамотно подбирать тот вид активности, который подходит именно вам. Например, плавание, скандинавская ходьба, велоспорт. Скажите, что у вас и профессиональные спортсмены тоже здесь наблюдаются? Конечно. В нашем центре проходит углублённое медицинское обследование спортсмены сборных команд города Москвы и обучающихся спортивной школы города Москвы. Как интересно. А можно посмотреть? Конечно. Пройдёмте. Ой, спасибо. Вот как раз мы сейчас с вами и входим в зал функционального тестирования. Как видите, например, спереди спортсмен крутит велосипед. Это он выполняет велоэргометрию. Одно из самых эффективных функциональных исследований нагрузочных, которое позволяет определить, как сокращается его сердечная мышца, как она работает. Вот там вы можете обнаружить аппараты эхокардиографии. Второй, наверное, самый важный метод исследования, который должен быть включён в программу обследования любого спортсмена. Под впечатлением от посещения центра реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Максим сразу переходит от слов к делу. Вперёд! Здоровье! Ну а вместе с мышцами будут крепнуть и его новые отношения. Ну что, наш герой определился с велосипедом, кто-то выбрал другой вид спорта. Но я правильно понимаю, вне зависимости от того, какой выбор ты сделал, ещё очень важна регулярность. Потому что если ты будешь посещать зал один раз в неделю, ну, может быть, в этом нет никакого смысла. Так ли это на самом деле? Как часто надо ходить и вообще с каких нагрузок начинать в первую очередь? Мы должны обязательно учесть для себя, например, пульс. Очень важно, какой должен быть пульс при нагрузках. Это берётся 220. Формула такая существует. Пульс 220. Это очень высокое, такого не бывает. И минус возраст. Например, вот сейчас у меня надо вычесть там 73 года оттуда. Она в 73 цифру. То будет там 145, так, да, 147 пульс. Но это максимальный пульс. Это самая высшая граница нормы, да, для вас? Да, для меня, да. Самая максимальная. Но опять к ней надо правильно подойти. То есть плавно? Плавно надо подойти, да. Начинать там, естественно, с маленьких неважных нагрузок. Три раза в неделю обязательно. То есть мы, контролируя себя по пульсу, плавно увеличиваем интенсивность нагрузки? Да. Тогда давайте от слова к делу переходить. То есть у нас на плазме, я правильно понимаю, сейчас появятся некие упражнения, которые, в общем, любой человек в квартире или в офисе может делать самостоятельно. Прокомментируйте, пожалуйста. Тут задействованы практически все мышцы. Бег на месте, она занимается. Ну, каждый день надо так бегать на месте. Почему бы и нет? 15 минут достаточно? Достаточно. Отлично. Достаточно. Ну, естественно, не так вот. Надо начинать постепенно, небольшие взмахи руку. Ну, потому что если ты никогда не занимался, то надо это делать. То есть не в первое занятие вот так? То есть она уже... Ну, в первое. Ну, она же, вот понимаете, в чем дело. Ну, это на самом деле тяжело. Это не так просто все делать. То есть можно ли сказать, обязательно разминайтесь перед началом операции? Конечно. Сначала надо как следует разомнуть голеностопные суставы, суставы, потянуться. И потом постепенно начинать вот так. Это мы постепенно вкатываемся. Следующее упражнение что из себя представляет? Ну, опять же, это сердечно-сосудистая система. Тут же пульс ускоряется все больше и больше. Ну, что, суставы, видите, он делает и боковые, скажем так, мышцы бедра. Когда мы идем, ходим, там скандинавская ходьба, там просто... Вот есть мышцы, которые никогда не работают. В данном случае работают полуперепончатые, полусухожильные мышцы бедра. Вот они задние поверхности, да, двуглавые мышцы бедра здесь. Они не работают. Они нам нужны. А вот это упражнение, это упражнение дает возможность... Или, например, когда ты идешь по склону вниз, под горочку, или по лестнице вниз, очень важно. Это очень хорошо, особенно для органов малого таза, тоже очень хорошо, вот эти упражнения, да. И особенно, когда идешь по лестнице вниз или под горочку, мужчину, понятно, там простата и так далее, да. У женщин тоже малый таз, там тоже много чего интересного. Я себе прям зафиксировала все три упражнения, каждый день по 15 минут. Спасибо. Можем ли мы контролировать интенсивность физической нагрузки при помощи современных каких-то гаджетов, типа фитнес-трейкеров, каких-то других приборов? И как вы к этому относитесь вообще? Вот эти гаджеты, которые на руках, если, конечно, они не отвлекают, и там не смотрят, кто тебе позвонил, кто тебе что-то прислал, то пульс посчитать хорошо, понимаете? Посмотреть, какой у тебя пульс. Здесь даже давление показывают. Стоит ориентироваться на то, что нам говорят эти умные гаджеты, они считают за нас шаги, они нам сообщают про то, что, а, 4 тысячи, ты не доходила еще там 7 тысяч, а ну-ка встала и пошла. И знаете, пациентка мне говорит, я собаки на хвост одеваю, вот этот гаджет, собака бегает, вот так хвостом виляет, все, у меня 12 тысяч шагов, я молодец. То есть 8 тысяч шагов – ежедневная норма для здорового функционирования организма? Нет, 10-12 тысяч. Это вот норма. И опять же, как ты идешь? Если ты идешь просто вот так, волочишь ноги, то надо темп. Нет, темп нужен. Темп, чтобы участился пульс. Ну, то есть, все-таки мы не ориентируемся на цифру 10-12 тысяч шагов, мы ориентируемся на темп и нагрузку, которую мы себе дали в процессе вот этого движения. Да, и надо самому тоже контролировать, потому что Новый Санин правильно, Сергей, сказали, что если, например, ты какие-то движения делаешь, он считает, как будто ты идешь, то это неправильно. Ну, ты примерно знаешь, что ты ходишь час в быстром темпе. Например, обязательно это надо делать, например, если тебе не удается, в течение недели делал хотя бы два дня надо посвятить этим. Приехал там на дачу или там, если у тебя нет дачи, по Москве погулял там где-то в парке. Это здорово. А в чем гулять? В чем гулять, да. Сейчас столько разновидностей, какие-то кроссовки, специальные куртки, там заходишь, огромный магазин, глаза разбегаются. Вот с чего начать? Какая существует экипировка, на которую нужно обратить внимание? Вообще это нас разводят, и обычные тренировочные растянутые штаны тоже сгодятся. Кеды, штаны, обычная футболка. Ну, знаете, что насчет кеды не могу сказать, что... Нам же все-таки стопа, там очень много, скажем так, биологически активных точек, и там стопа должна быть обязательно... Если у тебя плоскостопие, наверное, обязательно надо какие-то стельки выбирать себе. Есть специальные клиники, есть специальные поликлиники, где сидят специалисты, которые тебе подберут правильную стельку. Теперь кроссовки должны быть достаточно мягкие, они должны быть высокие. Силиконовые прокладки там и так далее, там внутри, и тогда амортизация, потому что если у тебя простые какие-нибудь ботиночки там, позвоночник нагружается, неправильно это. Толстая подошва, какая-то специальная стелька по возможности, на что еще обратить внимание? На одежду. Это очень важно. Сейчас уже есть такие материалы, которые, скажем, холод не пропускает, но кожа дышит, там же потоотделение идет, это очень важно. А что еще необходимо знать для здорового образа жизни с фитнесом? Говорят, что в спорте очень важен отдых после этого спорта. Как вот сколько нужно спать, как нужно отдыхать для того, чтобы тренировка была оптимальна? Сон – это очень серьезный вопрос, и этому, наверное, надо, скорее всего, посвящать. Отдельную программу, да? Отдельную программу. Наверное, есть такие специалисты, но мы, как врачи спортивные, это знаем как никто. Наверное, одни из них. Есть идеальная модель все-таки, что ложиться надо в 10 вечера, например? Да, знаете что, смотрите, организм спит от 9 ночи, начиная вечера, но это невозможно в сегодняшнем мире. Однако, если ты лег в 10 и в 11 часу засыпаешь, без гаджетов, без руганий, без каких-то страшилок телевизионных, которые сейчас показывают фильмы, у нас просто ужасно, и часто смотришь там на любом канале, можно обязательно стрессы, стрельба, это все, потом снизу ты неспокойно спишь. Организм спит ровно от 10 вечера до 2 часов ночи. В 2 часа ночи организм просыпается. Все эндокринные процессы, кортизол, адреналин, это все начинает работать уже, и ты уже не спишь. Если, например, ты переспал, это тоже не очень хорошо. Доказано, есть такие научные работы, что если ты не досыпаешь, то вот эти люди на 12% чаще умирают. А если ты пересыпаешь на 2-3 часа в день больше, чем положено, вообще положено около 7-8 часов. Ну, то есть, если я легла в 22 часа, то в 6 утра я могу встать и прекрасно себя чувствовать. Да, и прекрасно себя чувствую. Кстати, хотел бы обязательно наших слушателей научить, что если ты, занимаясь спортом, получаешь травму, вот некоторые даже иногда медики ошибаются и начинают йодные сеточки наносить. Ни в коем случае. Просто если человек занимается спортом. Надо в обычном холодильнике, не надо в морозилку класть. Сейчас продается везде в магазинах, везде в аптеках. Вот гелевые такие пакеты, они такого голубоватого цвета, положилось. Занимаешься спортом, он у тебя всегда должен быть. Если ты получил травму, трое суток, 72 часа, периодически, дозированно надо держать холод на этой зоне. Если у тебя проблемный сустав, после нагрузки тоже хотя бы минут 5-7 подержать этот холод. Он дозированный, он не морозит ни в коем случае. Он снимает воспалительные явления этот холод. Это мы рекомендуем всем. Здоровый сон, питание, регулярные тренировки. Вот он, золотой стандарт хорошей здоровой жизни. Спасибо вам огромное, что нашли время и приехали к нам. Спасибо. Это была программа «Теледоктор». И с вами были психолог Елена Толстая. И врач, диетолог, психотерапевт Сергей Обложко. Спасибо, что оставались с нами. Спасибо.